В сирийском городе Хомс боевики используют мирных жителей как живые щиты, об этом заявляют в МИДе Арабской Республики. Правительство пытается эвакуировать население из зоны боевых действий. Дамаск накануне обратился за помощью в операции к Международному комитету Красного Креста. О том, что сейчас происходит в стране, в репортаже нашего специального корреспондента в Сирии Евгения Поддубного. Сирийские военные усилили давление на группировки вооруженной оппозиции. Там, где боевики этого ждали сейчас менее всего, офицеры штаба вооруженных сил, вынудили исламистов сосредоточить большие силы на севере, в районе Алеппо, и ударили в центре страны. Это район Дамаска, Каабун. Далее территория, которую более полугода контролировали исламисты. В штабе операции офицеры правительственных сил обсуждают план наступления. Вот в этом секторе, на востоке столицы, боевики группировки Джабхат Аль-Нусра. Только на этом участке их человек 500. Сейчас мы сжимаем кольцо здесь и блокируем боевиков далее. Они уже не получают пополнения. Почти год боевики использовали это направление, чтобы атаковать объекты в столице Сирии. Террористические группировки устраивали минометные обстрелы Дамаска, отправляли в город смертников. Бойцы продвигаются крайне медленно, бьются за каждым днем несколько дней. Тяжелая техника пройти не может. Узкие артиллерии не используют. Есть риск накрыть своих до ближайших позиций боевиков. Ну, не 50. Сейчас они отвечают на огонь собственных сил. Далее на восток. Крупный опорный пункт вооруженной оппозиции. Город Дума. Снайперы отрядов оппозиции мобильны и хорошо подготовлены. Среди стрелков много наемников, для которых это не первая и даже не вторая война. Боевики используют подземные коммуникации. Тоннели роют сами и проемы в зданиях для быстрого перемещения. Тактика исламистов. Стреляй и беги. Они быстро переходят от обороны к наступлению. И сразу после атаки стараются незаметно уйти. Против исламистов воюют бойцы десантно-штурмовой бригады. Местная команда. С этот батальон одно из самых боеспособных подразделений правительственных сил. Улицы простреливаются снайперами. Голову высунуть – верная смерть. Поэтому для наблюдения мы используем систему зеркал. Как только я замечаю активность, передаю информацию стрелкам. По словам военных, боевики здесь несут значительные потери. Более того, перекрыты практически все каналы доставки оружия и боеприпасов исламистам. Группировкам здесь не хватает продовольствия и медикаментов. Поэтому учителей каждый день отряды салафитов пока безуспешно пытаются прорвать кольцо армейских подразделений. И вырваться из окружения. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести. Из Дамаска. Сирия.